Итак, с вами Дубгайм, мы продолжаем играть за Булгарию, а точнее Булгарское ханство, если вы вдруг впервые тут не подписаны, еще обязательно подписывайтесь. А мы сейчас начинаем наши дальнейшие действия. У нас по плану дальше война с Россией, тут у нас еще есть как бы то Украина, которую надо завоевать, и все великое войско Донское, но которое в принципе уже не существует. А значит как бы три войны и все с Россией, конечно же мы все сделаем заодно, но нам нужно получше подготовиться, нам нужно еще доделать какие-то наши дивизии, нам бы на механизированные перейти все, по ПВО немножко поделать, получше подготовиться, по вот этим вот танчикам тоже, нашей моторизованной дивизии закинуться, в общем-то есть еще работа, и конечно же у нас все еще нет авиации, которую нам нужно обязательно получить, потому что воевать без авиации будет тяжело. Ну что ж, начинаем. Итак, в комментарии есть что оккупировать, давайте сделаем вот это, минус урона гарнизоном, это неплохо, и скорость роста подчинения, нам это пригодится, это очень интересный и самое главное удобный бафчик в агентстве, который, надо не забывать, потому что в ваниле-то такого нету, но здесь есть, и это круто, надо использовать. Поэтому сразу же здесь поставлю местную полицию, цель сопротивления, кстати говоря, 4% всего, а здесь ну-ка давайте посмотрим. То есть цель сопротивления, например, то, к какому сопротивлению будет стремиться в принципе страна, и по ощущению мы можем также ставить здесь местную полицию, 10% нас устроит. Это, смотрите-ка, у нас тут еще выборы. Это лаяльный Кипр я бы, наверное, передал Греции, потому что я не хочу сдавать еще один тег. Эгейское побережье нет, конечно же, мы оставляем себе. Тут у нас уже даже и нету выбора. Немножко мы потеряли стабильность и поддержку войны, но все еще, я считаю, в нормальных количествах она у нас есть. И начинаем потихоньку нашу дизию тут переделывать. Буду я стараться сделать все-таки 27, наверное, чуть-чуть побольше. Я думаю, пойдет. Территория стали, кстати говоря, колонии. Я не очень уверен, как колонии работают, но в них сопротивления нет. Любопытно. И я тут посмотрел, что можно вот это вот доделать, кстати говоря. Тут у нас все еще есть дебафы небольшие, протесты все еще есть. Так что давайте-ка поделаем вот это все тоже. Здесь вон. Фактор военно-пятого населения 3% это немного, но это честные 3%. Итак, получили мы минус политку, но как бы в принципе нормально пойдет. И давайте, когда делаем сначала вот это, потому что здесь удар по стабильности, как будто сначала надо делать это. Может, я не прав, но давайте сначала сделаем вот это и правда. И Россия объявила войну. Смотрите, кому? Амогусу и Тибету. Тем самым друзьям. И эта война будет долгая. Да, здесь, конечно, силы не равны абсолютно. Амогус не такой уж ты силен. Но Амогуса очень должно быть много бафов. Да, тут защита туда-сюда. Еще здесь бафы, еще бафы. В общем-то, нормально он должен срешаться. И самое главное, насколько я помню, обычно там надо захватывать чуть ли не каждую провинцию Амогуса. И тебе тут одни горы. Так что да, в России тут предстоит очень долгая война. И так же она еще выйдет вот здесь, что значит, что скорее всего тут тоже есть ее дивизии. Мы сейчас докопим наши силы, доготовимся. И нанесем ей опять тузовый удар, как мы сделали с Австрией почти что. Хотя Австрия просто как-то по-странному сработала. Кстати говоря, у Австрии теперь открылись вот эти фокусы. Да, Либбинфельс у нее открылся. И что даст им на самом деле кучу промки, кучу бафов. Это любопытно. А вот, но при этом они что-то вот... Да. Они не смогут войны начать, потому что они не независимы. Отлично. Меня это устроит. Это будет сильный вассал на самом деле. Супы тут у нас протестуют, но плевать. И вот мы получили себе еще чуть-чуть побольше фон павара. Учитывая сколько его у нас, нам реально нужен просто каждый солдат в армию. И теперь давайте-ка запрет про турецких политических партий. Также мы внедрили уже шпионов своих в Россию и начинаем взламывать ее шифры. Световка идет полным ходом. Обна, консолидация власти над Адрианополем. Балагарскими гражданами они стали. Это интересно. Но подождите, мы неужели получим что-то национальное? Пока что мы только получили себе колонию, и что в целом меня устраивает. И давайте-ка сделаем вот так вот даже, чтобы побыстрее набрать себе подчинение. Есть такое ощущение, что мы реально сможем себе откуда-то получить больше мэн павара. Ну и в принципе промку возможно в том числе. Потому что здесь вот видите, есть интегрированные территории какие-то. Тут как будто что-то тоже. В общем-то посмотрим. И весь новый механ потихоньку делаем дешевле и дешевле. Потому что это очень выгодные грейды. Нам нужно опыта побольше, чтобы потом еще надежность выкачать. И возможно какую-то броню. Хотя броня уже вторична. Делаем себе средние стоимости истребителей. Не делаем тяжелой. Истребители, потому что у нас очевидно на тяжелые точно нет ресурсов. Но вот на такие какие-то вполне себе. Делал бы я наверное где-то, ну давайте десяточку. Потом я бы хотел еще может заводиков 5 на штурмовики. Потому что у нас очень жесткие бафы к штурмовикам. И у нас в принципе вторая дактейна. А вот мы доделали себе вот эти все фокусы. Вроде как неплохо. О, депортация турецкого населения. Турецкосогон. Ну почти. И да, население немножко переселяется. Но в целом вроде спокойно. И начинаю тренировать до конца, чтобы заполнить вот эту армию пехоту. Будет еще 24 дивизии у нас здесь. Звучит неплохо. Ну поворка конечно нету, но при начале войны мы повысим призыв еще побольше. А вот и наше новое пехотное снаряжение. Что позволит нам нашу атаку вывести еще на более высокий уровень. Потому что теперь давайте-ка вам тоже для наглядности. Мы получаем еще 50 атаки. Солидно. Конечно еще надо производить. Но мы будем модифицировать из резерва. Вот так вот. Что побыстрее. И проградим все наши войска. Начиная пожалуй в первую очередь с наших механизированных соединений. Да, у нас встретил восстание. Но это по фокусам. Я думаю с ним справиться без проблем. Мы также сейчас дойдем до последних вот этих вот единиц. И статы все будут просто ну на максимуме. И вот наконец сделали максимальную логерейтную стоимость. Видите какое огромное производство на самом деле при всего 15 военных заводах. Это прям реально класс. Может конечно еще немножко надежность повысить. Хотелось бы. Но это уже второстепенно. Я сразу пожалуй выставлю флот вот таким вот образом. Чтобы к нам точно никто не проникал. Здесь также поставлю охоту на конвои. Эксперт маскировки здесь уже есть. Это для защиты от любых теоретически возможных высадок. Потому что в теории какая-нибудь Америка может когда-то куда-то приплыть. Или Россия откуда-то. В общем-то. Чтобы точно наши берега были в безопасности. Я не хочу гарнизонить их. У нас не так много на это ресурсов. Но в артиллерии. Также артиллерию мы переделываем из прошлой. Чтобы побыстрее позаменять ее в дивизиях. Я все-таки подумал, что оставлять здесь разведку дело такое. Ну конечно полезно для скорости. Но блин. РСЗО намного интереснее. Поэтому давайте сделаем вот так. И эти дивизии начнем сейчас деплоить. Я думаю только куда. Я думаю просто вот сюда. Вот эти равнины все пропушить прямо до Москвы. Может быть чуть-чуть вот так поуже. И чуть-чуть правее. Чтобы все остальное пушили у нас другие единицы. В принципе ну а что нет. Вот у нас почти все готово. На самом деле не совсем. Но окей. По припасам как бы ну жить можно. Вообще стоит конечно подкрейдить. Здесь допустим окей. Ну вот. Да. Вот тут основания кого-то не хватает. Ну конечно потом здесь как будто его получим где-то. Ну да вот. Но посмотрим. Ладно. В целом в желтой коробке с ними жить можно. Кроме того они сильно тут у нас сейчас стоят. Потом будет получше. Вот нам добиться нам еще всего лишь 2500 механизированных единиц. Механизированные техники у нас в принципе почти готов шаблон. Так что да. Вот эти цифры финальные. 4000 в принципе мы скоро доделаем. Тут осталось немножко. Продолженность у нас очень солидная. И авиация тоже потихоньку здесь у нас готовится. Хоть ее будет немного. Но регион только один. Нас скорее всего в нем будут побежать в воздухе. Но мы и будем бороться как любые. А еще строим радар вот здесь вот. В войне мы построим наверное всего пару левелов. Хотя. Ну блин 100 дней это на самом деле не учитывать вот этот вот. А. Кроме за плюс левела нету. Обычно в модах есть. И мне казалось что и ванили нету. Ну да. Походу. Походу реально 100 дней это 100 дней. Тогда мы реально наверное успеем. Да. Даже осталось 85 на 83. Пусть это там как-то пересчиталось наверное чуть-чуть. И да. Мы скорее всего успеем неплохой лаву получить до войны. И во время войны он дегрейдится. Как раз покрывая новые области. Прекрасно. По топливу доделаем также тихий. Чтобы хватало топлива для всей этой механизированной армии. И для авиации. У нас их будет немало этих затрат. Новую ракету артиллерию также делаем из старых единиц. Как и у нас сейчас появится ПВО. И вот тоже дегрейдим. В общем-то мы сейчас будем при всеоружии. Остается лишь еще немножко улучшить наши танки. И вот тут я уже решил не экономить совсем. Скорость хотим к 12. Но у нас нету грейдов еще последних на двигатель. Поэтому пока 11.6. Но в принципе и механу у нас тоже пока не ездит 12. А всего 10. Насколько я помню. В общем-то можно уже не экономить. Потому что запасы танков в принципе у нас уже есть. Поэтому есть смысл уже переделывать. Господи. Не туда стало. Переделывать уже на самые-самые лучшие. Как бы из запаса мы не можем. Потому что это новый. Это улучшенный, а не базовый. Тем не менее потихоньку-потихоньку будет развиваться и заменяться. То же самое с огнеметными танками. Создаем хороший огнеметный танк. В общем-то я думаю что-то вот такое и пойдет тоже супер дорогое. А чуть дешевле. Потому что мы заряжаем его на защиту и противопоходную атаку. Именно эти характеристики поменьше снижаются. Отлично. Теперь на бумаге наша дивизия выглядит супер страшно. Супер солидно. У нее еще и броня 35. Хотя это по факту механизированная дивизия. Просто это дает все вот зенитное орудие. Конечно надо понимать что это реально супер бумажные цифры. Потому что у этого танка куча брони. В реальности тут же стоят танки с 35 брони вот этой. То есть если мы посмотрим вот сюда где скорее всего все еще хуже. А броня 20. Ну вот о чем я и говорил. Что как бы механно конечно дает брони. Здесь тоже что-то брони. То есть ну поменьше но она есть. Внезапно кто-то может и не пробить случайно. И наши броняки также наделали войска. Что приятно. По крайней мере они будут защищать себя. Это там главное. О Германия входит в Париж. Все-таки интернационал пал. А Германия побеждала. Побеждают. По крайней мере пока что. Но судя по этому наступлению. Я не думаю что тенденция изменится. Видимо все-таки они перепроизводили авиации. И уже под авиацией под какими-то танками смогли их задавить. Ну что ж осталась тут пыль. По снаряжению дополнится. Мы готовились к этому долгое время. Нападаем мы конечно зимой. Что не самая лучшая идея. Да. Но я думаю мы справимся. Зато к лету как говорится будем к Москве. Только у нас план кстати говоря сломался. Давайте-ка. Не верю я кстати почему. В общем-то я не стесняюсь нарисовать его заново. И мы готовы. Обрушение гнева на Донь Кубань. Ну фактически на Российскую Республику. И как я и говорил радар реально достроится. 24 дня. То есть ну начнется война. И буквально через недельку у нас они появятся. О еще и Лондон пал. Ну да. В общем-то интернационал полностью проиграл. И абсолютно. И вот оно. Единственное я вижу что меня не призвали все подряд. Давайте-ка их всех призовем. И мы начинаем наше наступление. Ух да. Слата как говорится прекрасная. У всех наших дивизий. Причем не только у наших механизированных. Но механизированные прям блещут. Прям блещут честно. Давайте им поставим даже вот. Все мы поставим нормальное наступление. А механу можно и супер агрессивное. Я в них верю. Потому что у них даже щиток периодически появляется. Давайте сразу пойдем по другим фокусам. Объявим войну Российская Республика внезапно. Да. Давайте так и сделаем. Нам фокусы надо сделать чтобы потом вот сюда пройти. По воздуху все грустно. Но как есть. И в Африке появилась Центра. Центрально-Африканская империя. С Бакасой. Эх. Когда-нибудь за такого мы тоже парня поиграем. И вот проблема этих вот наступлений в том что смотрите здесь стоит миллион дивизий. Атакуют только две. Атакуйте вот так. Вы сразу победите. Но они делают это очень расточительно. Тем не менее контролировать это все вручную конечно я не буду. И давайте подзакупимся топливом в нашей марионетке. И да. Сразу стало все веселее. Мне не нравится как развиваются по потерям все. Поэтому пускай у нас атакуют только механизированные войска. Причем на второй агрессивности. А остальные всем просто помогают. Потому что воюют они отвратительно. Вот если так мы будем делать то мы сейчас вполне себе поделаем неплохо атаку окружений. Наверное так стоило сразу и делать. Кроме того передвигаются они так же крайне быстро. Но постепенно-постепенно вручную я начинаю пушить. Потому что пушить здесь не вручную очень дорого. И откуда появляется manpower значит что я захватываю что-то национальное. Да, вот здесь вот у меня. А, ну типа как бы татарские земли будут у меня. Типа национальные. А то я и получаю на самом деле немало manpower. Сколько у нас тут? Да, солидные проценты 13.3. Вот у нас и миллиончик появился. Отлично. По логистике у нас все хорошо. Ощельная авиация конечно не совсем хорошо. Но тем не менее. Значит что мы могли бы в теории продолжать просто давить. И перемалывать российские войска. Но проблема там в том что они не закончатся. Проблема там в том что тут промышленность огромная больше нашей. По ресурсам мы их не победим. По manpower мы их вряд ли победим. Так что остается лишь постепенно-постепенно давить вручную. Благо наши акулы неплохо работают. О, тут смотрите-ка. Американцы. Что-то они забыли в черном море нашем. Уже видимо что забыли то и оставят тут. Тут кстати войска без снабжения. Мы им не дадим получить снабжение. И как бы говорится давай до свидания. Тут конечно придется их повыбивать я чувствую. Но мы плюс-минус готовы. Пытается нас здесь вот контратаковать. Где-то это даже получается. Потихоньку нас отпушивают. Потому что у нас основная войска все-таки на востоке. Но я думаю мы здесь справимся. А я тут подумал, а почему мне не сделать вот так и вот так. Ну вы поняли да в общем-то. А что мне мешало все это время делать? Да ничего. И создадим армию из наших так сказать марионеток. Закинь туда генералов в принципе неплохих. У нас сильно плохих генералов нету. И пораспределяем их на фронт. Просто чтобы его получше держать. Почему нет? Ну да. Еще. А, Греция осталась. Вот теперь все как будто как надо. Отлично. И вы просто стойте, помогайте нам держать фронт. От вас не требуется сильно много наступать. Просто заполнить бреши в нашей обороне. Я думаю они справятся. Они как раз вовремя. Потому что усиляется натиск. Пытаются они нас обрезать. Но у них это конечно не получится. Здесь у нас появилось снабжение. С снабжением мы можем и в нормальное наступление выйти. И в принципе снабжение мы можем и добить их. Здесь. Отлично. И вот американцы уходят домой. Тут кстати говоря еще куча вражеских войск наехала. Мы отпущем их. И я вижу здесь проблем со снабжением. Потому что ждет вот так. А. Можем просто сделать вот так. И как бы все станет нормально. Ну да. Вот и все снабжение здесь появилось отлично. И начинают механизированные войска наши сновь наступление. Здесь нас пытались немножко окружить. К нам прорваться. Но. Не сильно удачно. Добиваем мы войска здесь на юге. После чего уже станет такой более-менее стабильный фронт. Который мы будем бушить на север. Почему здесь нет войска? Хороший вопрос. Как они побыстрее поедут? Куда им надо? Разберутся. Какие-то позиции выйдем. Поувереннее. И там уже будем поступать. Ну и фронт держится. Мы начинаем набирать планирование. Тут кстати говоря сделали колобок первый. Я бы сделал колобок еще и второй. Война вряд ли закончится в ближайшее время. А минус лимит капитуляции это даст. В принципе потери колоссальные. Наших противников. И продолжают в принципе набегать. Что нас более чем устраивает. А я все время подготовил еще одну армию себе. Вот таким вот образом. Ильбе. О-ка. Еще бы найти наш приказ. Ну вот он нашелся. Да. Отлично. И сейчас мы будем наступать. Тут, если говоря, армейских запасов уже мало. И у нас армия как будто даже больше. Да, российская и так и есть. Мы готовы. И на востоке конечно огромный успех. В центре здесь видите здесь еще войска. Я так понимаю вассалов. Беларуси. Прибалтики. Украины. А здесь их нету. И здесь есть наши механизированные войска. Что огромный успех надает. И в этом-то и примерно и был план. Сейчас мы их здесь обрежем. Закроем котел. И потом уже добьемся до Екатеринбурга. Скорее всего он нам понадобится, чтобы капнуть Россию. Хотя мы делаем второй колобок. Может и не понадобится. Посмотрим. И здесь даже просто уже не хватает войск на просто фронт. А здесь они все так же скованы боем. Наши конечно морянитки немножко потеряют. Мы немножко потеряем в этих боях людей. Очевидно. Но. Такова цена. И вот наш войск уже под Москвой. И мы все распространяем, распространяем. Нашу оккупацию. Здесь просто пойдем в Екатеринбург. И здесь даже, смотрите-ка. Даже здесь на самом деле у нас все еще какие-то успешные продвижения. Хоть и войска все очень истощены. Пала Москва. Пала полностью вся Украина. Здесь котел. Надо его зажимать обязательно. Надо не давать им восстановиться. Ни по организации, ни по боеспособности. Хотя и боеспособность они уже не в состоянии в окружении очевидно восстанавливать. Так что. Зажимаем. И окружение готово. Мы же продолжаем идти дальше. Хотя в целом Екатеринбург уже наш. Надо бы дойти до Петрограда. Постараемся. Может получится, может нет. Сейчас узнаем. Потеря. Вроде тут одно дивизиум. Мы потеряли свою собственную. Здесь я вижу союзничек. И сколько-то здесь. Хотя возможно 0. Возможно здесь и было 4. Я не очень помню. По морю, кстати говоря, было одно сражение. Здесь реально, как видите, приехали сюда американцы. Но судя по всему, получили пизды и уехали обратно. Как и надо. И вот он кап. Падение Петрограда. И с ним пала вся Россия и все ее марионетки. Мы их, кстати говоря, так и не докапали. Но наш вот этот восточный маневр себя, в принципе, окупил. Но надо не забывать, что у нас все еще остаются американские вот эти вот враги. Которые все еще находятся здесь. Неплохо они так сыпи накидали. Нам теперь ее лечить. Давайте, наверное, займемся этим уже в следующей серии. Если говоря, я не уверен еще, какие нам цели дальше доделать. Потому что по факту у нас фокусы на этом-то и заканчиваются. Как видите, именно на возрождение вот этого Кубрата у нас заканчиваются фокусы. Мы получаем все бафочек. Но дальше ничего нету. Подумаем еще. Тем не менее, это серия... Я думаю, лучшее прохождение. Выстреляем мы Воложскую Булгарию. Выглядит она вот так. Мне кажется, знаю этого человека. Вот здесь вот тоже, да, внезапно. И тут есть какие-то бафы. Это, видимо, руашное, что ли. Там что-то было или что. Не очень я уверен. И возрождение. Давайте Кубрата сразу делаем. И Великое Булгарское Ханство. Получали мы себе бафчик в этот плод. Если бы мы продолжали как-то, в принципе, играть, то, наверное, он бы был сильный. Хотя, в таком моменте, когда вы все уже завоевали, то бафчики вам, наверное, и не сильно нужны. Мне кажется, это должно быть где-то чуть-чуть пораньше, может быть. Но в случае, ребята, с вами был Довгай. Не вижу особо дальше цели. Можно, конечно, Германию победить. Но на этом все. Дальше делать нечего. Фокусов у нас нету. Но целей, как бы, лордных у нас, пожалуй, нету. Если вы еще вдруг не были подписаны, обязательно подписывайтесь. Оставайте лайки, комментарии, ребят. Не забывайте Twitch, Discord. И до скорых встреч. Пока.